Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск. Первым делом, конечно, поздравляю вас с праздником. Сегодня день Колумба. Правда, для некоторых наших сограждан этот день превратился уже далеко не в праздничный. День, может, траура, день погромов, день разрушений. Вот и президент Трамп начал сегодняшний день фактически с гневных твитов, которые были адресованы отдельным личностям, называемым Антифа, которые вчера вечером громили в Портленде. Очередные памятники на сей раз удостоились такой чести памятники Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Трамп очередной раз призвал власти города, в общем-то, среагировать. И не просто среагировать, а пригласить федералов, которые бы быстро навели порядок, что уже делалось в Портленде. Но, как мы знаем, Портлендом и некоторыми другими большими мегаполисами управляют демократы, управляют люди, которым, по-видимому, очень близко вот то разрушительное начало, которые несут с собой Антифа, БЛМ и другие организации. В общем-то, ничего нового, как говорится. Но людей, которые уважают Кристофора Колумба, в общем-то, и понимают, что во многом благодаря тому самому дню, когда его корабли, три корабля, пришвартовались в нового континента, и началась та страна, в том числе та страна, в которой мы сейчас живем. Ну, вот такое небольшое вступление перед тем, как уже представить вам гостя. Это политолог, журналист, мой коллега Игорь Туфельд из города Бостона. Игорь, привет. Привет. Коллега и тезка. Коллега и тезка, да. Ну вот, Сереже сегодня повезло, он может быть виртуальным между нами, но равно, как и все радиослушатели и те, кто смотрит этот эфир на Ютубе, в Фейсбуке. Надо признать, что повезло не только Сереже, но и всем нашим слушателям, потому что все оказались в центре событий сегодняшнего дня. И вообще, наверное, надо поговорить именно, может быть, о Black Lives Matter, потому что ты с этого начал, а я этим продолжил. Несомненно, я об этом и хотел тебя попросить это сделать. Пожалуйста. На самом деле, у меня есть очень интересная информация, которая, я думаю, будет интересна нашим зрителям. Дело в том, что лидеры этой организации – три женщины, три феминистки, три, я не побоюсь этого слова сказать, расистки. Алиша Гарза, Патрише Кулерс и Апал Тометти. Они абсолютно не скрывают о том, что они придерживаются марксистской теории, надо сказать, той самой теории, которая гласила о всемирной революции, которая потом была переименована Троцким в перманентную революцию. И, собственно говоря, он успешно добивался этого. Как известно, в 1917 году революция началась в России, продолжилась в Австро-Венгрии, в Германии и во многих других Баварии, например, даже несколько месяцев коммунисты находились у власти. Все это должно было закончиться известным походом полководца одного из приближенных к Троцкому, Антонова Овсеенко, которого в 1937 году стреляли как врага народа, но не за это. И, кстати, тут тоже очень интересный факт, что именно Антонов Овсеенко направлял свои войска на Париж, как это ни странно. А с левого фланга должны были зайти войска Махно, который в последний момент передумал и решил, собственно говоря, чего ему с большевиками. Но он, вообще-то, большевикам очень сильно помог. Он, кстати, один из первых лауреатов, так сказать, ордена боевого Красного Знамени, что по тем временам приравнивалось с героями Советского Союза. Вот. Операция провалилась из-за того, что Тухачевский проиграл сражения в Польше, и поэтому Франция бы сейчас тоже была бы в Black Lives Matter. Она, собственно говоря, и сейчас в Black Lives Matter, но она бы стала еще в 17-го году. Ну, мрачная перспектива. Ты, слушай, хватило той замечательной страны, которой уже нет. Извини меня. Я возвращаюсь к Black Lives Matter. Вот эти три замечательные женщины, почему я напомнил эту историю? Потому что они, собственно говоря, хотят возродить все, что было. Все, что хотел сделать Маркс, все, что хотел сделать Ленин, Троцкий, Сталин, Антонов, Овсеенко. И, собственно говоря, они этого даже не скрывают. Все вот эти вот расистские мотивы, антирасистские, социальная справедливость, на самом деле, это полная фикция. Но самое интересное в том, что их поддерживают корпорации, капиталисты. Капиталисты. Причем у меня есть цифры интересные. Например, компания Cisco, известная компания, да? 5 миллионов долларов пожертвования Black Lives Matter. Amazon 10 миллионов долларов. Microsoft 1,5 миллиона долларов. Guardrade, этот напиток, 500 тысяч. Intel 1 миллион долларов. Warner Music Corporation вообще пожертвовал такую сумму, что они предпочли остаться независимой. Сумма осталась независимой. Airbnb 500 тысяч долларов. Ну, собственно говоря, тут можно опять же продолжить сравнение с тем, что происходило во время революции, потому что известно, что такие капиталисты, купцы, по сегодняшним меркам олигархи, миллиардеры, как Прохоров, у которого была мануфактура известная на всю Россию, такие, как Елисеев, Третьяков, все поддерживали большевистскую партию, но при этом был еще один человек, Сава Морозов, тоже известнейший коммерсант, бизнесмен, купец, который давал огромные деньги, и закончилась его судьба очень плачевно. Эти же самые большевики его и убили. Потом выяснилось, что вроде бы это сделал лидер боевой группы большевиков Борис Красин, но, тем не менее, просто почему я говорю об этом? Потому что все как-то возвращается на круги своя. И, как говорил Гегель, эту фразу часто приписывают Бомарше или Марксу о том, что история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. А вот на сегодняшний день, мне кажется, что можно эту фразу, это высказывание Гегеля опровергнуть, потому что боюсь, что она может вернуться в виде второй трагедии, как бы этого ни произошло. И самое интересное, я закончу об этой организации Black Lives Matter, что вот эти вот три дамы, три грации, три феминистки, оказывается, получают 71% от всех вот этих пожертвований, из которых я перечислил далеко не все, ну, приблизительно там, не знаю, треть, скажем, но тоже сумма огромная. 71% от этих денег идет непосредственно в их личные фонды, не подотчетные. На что они их тратят? 30% от этой суммы вполне достаточно, чтобы финансировать вот все эти безобразия по стране, а остальные 70% где? Вопрос интересный. Вопрос. Ты же историю вот этого парня, который в 18-м году, которому приперло, как только с Флойдом история случилась, он там, его франчайзинг был в Атланте, по-моему, да, и ему стали пересылать туда деньги, вдруг неожиданно, он где-то полмиллиона собрал, домишко прикупил тут же, то есть все как положено, одеваться стал прилично, в хорошие рестораны ходить. Ну, в итоге взяли его за то мягкое место, но это не, вот, собственно говоря, он в малых масштабах, а эти три дамы в больших. Ну, правильно, как говорили в России, если делать, то по-большому. Это несомненно. Ну, как бы то ни было, понятно, что для вот этой организации сегодняшний день, это черный день, извини за черный, конечно, ну, день такой уж, вот для них выдается. Почему? Потому что Колумб, это вот известное дело. Мало того, что он расист, еще вот с его вот этим мутным происхождением, известно каким, да, в общем, совсем плохо получается. Поэтому, вот в их, наверное, планах искоренить и памятники, а потом заняться, в общем-то, столица штата Огайя, то есть носит его имя. И вообще этих городов по Америке куча. Ну, а как насчет округа Колумбии-то? И округ Колумбия, ну, округ можно Флойдом переименовать, и все будет нормально. Да, да. И встать дружно на колени, и в общем... А Вашингтон во Флойдск, например? Ты же привел хороший пример с той страной, где была так называемая Велико-Октябрьская, точнее, переворот. Там же тоже праздники потом стали как-то иными. То есть, мало ли, что там было в царской России, так и здесь. Они говорят, мало ли, что было при вас вот этих супрематистов и так далее, чертовых пользователей белой привилегии. Сейчас мы сделаем привилегию, ну, соответственно, заменим праздники, заменим много чего еще. Кстати, действительно, и столица носит название Джорджа Вашингтона, отнюдь не идеального в этом плане человека, поэтому пора бы им... Вообще, по-моему, идеальных нету. По-моему, и Обама скоро тоже будет не идеальным президентом. Ну-ну-ну, Обаму не трожь, не трожь. Обама для них все-таки свет в окне, хотя бы почему? Потому что он первый. Он не идеален, но все равно, ты же помнишь, да, ту ситуацию, когда скрипя чем-то там, но они все равно были все-все наши левые и не только левые очень осчастливлены тем, что первый президент вот такой вот стал в общем-то во главе государства, хотя по их мрачным подсчетам это не должно было случиться и в 22 веке. Ну, тем не менее, хорошо. У нас есть еще новости. Сегодня начались слушания. Что ты уже об этом знаешь? Есть какая-то информация по суде Баррис? Ну, собственно говоря, какая тут может быть информация? Опять же, мы начали с высказывания Гегеля, что история возвращается дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Первый раз была трагедия с судьей Каванова. Причем трагедия обоюдная. Вообще-то это такая трагикомедия была. С точки зрения республиканцев это была трагедия, потому что совершенно неповинного человека обвинили черти знает в чем. А для демократов, естественно, была трагедия в том, что, несмотря на все их препоны, на все эти лживые обвинения, он все-таки стал верховным судей. Сейчас начинается то же самое. Ну, как бы женщину они не могут обвинить в сексуальном насилии, хотя тоже, почему нет? Почему нет? По крайней мере, пока это не прозвучало. Но ее обвиняли в том, что она лишит американцев страховки медицинской, что все будут нуждаться вообще во всем. И главное, что мне понравилось, что сенатор Букер, такой тоже кандидат в президенты. Да-да-да, помню. Спортавец, который. Да-да-да-да-да-да. Такой. Вот. Заявил, что открытым текстом уже, что как мы можем ее избрать, если, может быть, вообще от Верховного Суда будет решаться исход выборов. Ну, вот. То есть, он уже все знает. Это, опять же, понимаешь, тут такие параллели. По-моему, в 69-м году в Советском Союзе был такой случай. Журналист журнала «Человек и закон» приехал в какой-то прибалтийский город в Литве, где судили бывшего нацистского преступника. Он поговорил там с судьями, поговорил с адвокатами, с прокурорами, уехал в Москву и написал письмо, статью, которая сообщалась о том, что его приговорили к смертной кази. В высшей мере наказания. Или, как говорили во времена революции, в высшей мере социальной защиты. Вот. А потом оказалось, что судья заболел. И суд перенесли на две недели. А журнал «Человек и закон» уже вышел со статьей, где был оглашен приговор. Вот здесь приблизительно то же самое происходит. Они уже все знают. Понимаешь, у них уже, как говорил Остап Бендер, все ходы записаны. Понимаешь, тут больше не о чем говорить. Ну, вообще... Потом мне понравилась еще такая вещь, что почему-то все демократические сенаторы стали показывать детские фотографии на экране. И говорили, что вот эта девочка больна чем-то, чем-то, тем-то и тем-то. Вот если она будет, это несчастная судья Синди Барретт будет назначена, то все вот эти девочки, все эти мальчики будут лишены медицинской страховки. Откуда вообще они взяли, что речь идет о том, что люди, у которых есть какие-то заболевания, будут вообще не будут подвергаться медицинскому лечению. Откуда это все пошло? И самое интересное, что кто-то там, я не помню, по-моему, это был сенатор Клобачар, известный, который заявил, что пандемия, оказывается, это тоже считается pre-existent condition. Понимаешь? То есть, коронавирус, это тоже. То есть, кто-то, кого этого нету, это тоже уже считается pre-existent condition. Понимаешь? Вот это комедия. Но самое интересное, что я хочу сказать, что как в случае Кавано, так и в случае Барретт, не было высказано ни одного возражения по поводу их профессиональной квалификации. Понимаешь? Тут никто ничего сказать не может. Как бы они ни копались, им найти нечего. Просто нечего. Ну, смотри, вот ты упомянул Букера, да, этого персонажа. Ну, вот, раньше говорили, что у кого-то там на уме, у пьяного на языке. Ну, вот, скажи, он вроде не... Может, он курил с утра, но, может, нет. Мы не знаем. Ну, вот, он озвучивает такую вещь. Или это степень цинизма уже запредельна, вот как ты думаешь? Или вот это вот какое-то, в общем, вообще полоумие, скажем так, вот так вот уже заранее озвучивать то, что произойдет еще через какое-то время. Ну, видимо, у них такая установка, понимаешь? Я уже говорил не один раз, и говорил и в наших передачах, и когда я в Москве выхожу в эфир, я говорю о том, что у меня создается такое впечатление, что демократы просто находятся в панике. Они не знают уже, что делать. И, кстати говоря, вот республиканцы сегодня возобновили этот вопрос, на который почему-то ни вице-президент Байден, кандидат в президенты, ни его помощница Камила Харрис не хотят отвечать. Будут ли они увеличивать состав Верховного Суда? И я считаю, что это как раз с точки зрения и политической, и юридической очень важная проблема, потому что она имеет отношение если Верховный Суд будет увеличен, это чисто политическая проблема. И понятно по каким причинам. То же самое если говорить с точки зрения юрисдикции, то это юридическая проблема, потому что таким образом будет изменена Конституция, таким образом будут введены различные поправки. И в конце концов что может произойти в Америке? Вот сейчас 9 судей, они как бы существуют в течение определенного срока, Рузвельт, Франклинг 2, но Рузвельт пытался изменить, но ему ничего не удалось, и собственно говоря, после этого никто не делал таких попыток. Но сейчас именно то, что происходит, и то, что на этот вопрос никто не может ответить. А почему они не могут ответить? Кто-нибудь подумал на эту тему, а я могу высказать свое мнение. Дело в том, что две трети граждан Америки, то есть это приблизительно 200 миллионов, не поддерживают идею увеличения количества верховных судей. А одна треть, это приблизительно 100 миллионов, наоборот, поддерживают увеличение. Поэтому если Байден говорит, что он будет увеличивать, значит 200 миллионов, то есть две трети могут изменить свое мнение в отношении Байдена и Камилы Харрис. Если же он скажет, что он увеличит, то есть не будет увеличать, то это изменит мнение 100 миллионов. В любом случае это не может не отразиться на исходе выборов. И, кстати говоря, что самое характерное и самое удивительное в этой ситуации, что пресса, левая пресса, вот это вот фейк-ньюс, наконец впервые стала критиковать и Байдена, и Камилу Харрис именно за вот это несоответствие как бы своему рангу, тому, что они не могут найти ответ. Опять же, получается, как у Высоцкого, а мы все ставим правильный ответ и не находим нужного вопроса. Ну, это так, есть другая сторона, ты, вообще-то, это люди, которым, ну, соврать, ты же понимаешь, недорого взять, у них эта ложь, она практически течет, как та самая полно, река какая-нибудь, самая такая, полноводная. Течет Волга. Да, течет Волга, Амазонка, неважно. То есть, ну и что, вот дал, взял, это он может спокойно сказать, мы будем рассматривать, скажем, этот вопрос, не очевидно, что это будет, то есть, и не сказать ни да, ни нет, в принципе, и все, и отвяжитесь от меня, сейчас важно нам убрать этого негодяя, который сейчас сидит, захватив всеми правдами, неправдами, белый дом, нам надо, ну и так далее, вот что им, который страну подвел под пандемию, который, ну и, они много ему предъявляют, важно другое, что вот, когда каждый из них, вот, на дебатах говорил о какой-то программе, это выглядело вообще комично, потому что, вот ты видел какую-то программу, Байдена, Камала Харрис, там, или вообще, демократов, что-то ты видел в последних месяцах? Я видел только то, как они сидели в бейсменте. Ну вот, программа, которая бы излагала, но мы знаем какие-то пункты, да, вот, вот в частности, у них расширение суда, уменьшение возраста для голосования, открытие границ, открытие границ, поднятие налога, вот это мы знаем, вот эти пункты, там, зеленые технологии, и так далее, это нам известно, а вот что конкретно, вот смотри, человек заявляет, я дам американцам 7 миллионов рабочих мест, теперь вот ты, как человек, занимающийся политологией многие годы, объясни, как вот политик, на основании чего, да, делает вот заявление, и главное, 7 именно, не 8, не 28, 8, 7, 7, ну, на самом деле, здесь нет никакого объяснения, потому что, ты лучше спроси у Байдена, чем, ни один политолог, тебе на этот вопрос не ответит, ну, видимо, у него какие-то там, фантазии, видимо, в бейсменте, он там, начал заниматься какими-то стратегическими, играми, как, был такой замечательный фильм, Гайдая, «Деловые люди» называется, вот в последней новелле «Войщ Краснокожих», там один из этих двух бандитов, которые похитили мальчика, говорит, а он, кстати, очень хитрый мастак на всякие военные хитрости, да, вот на хитрости, ну, действительно, ну, может, у него с цифрой 7 что-то связаны, я также думаю, 7-7-7, очко, там, ну, и так, мало ли, ну, это уже такие, знаешь, можно только догадываться, дело в том, кстати говоря, коньяк есть такой, бренди, вернее, из 3-7-ки, да, да, не знаю, что в голове у Пайдена, но факт остается фактом, любые заявления, они исходят, там два посылата, первый, что Трамп совершенно ведет страну к пропасти, особенно в части коронавируса, и второе, что мы придем, и мы вам сделаем просто замечательную жизнь, вы все будете в шоколаде, ну, вот, вот веришь ли ты в этот шоколад? Я не думаю, что вообще в это кто-то верит, я даже, я даже тебе больше скажу, я не думаю, что в это Байден верит, но могу тебе сказать другую, что на самом деле, вот именно как и журналист, и политолог, у меня тут появилась такая теория довольно интересная, что почему, собственно говоря, то, что он не отвечает, там 7 миллионов, ну, это все знаешь, это можно говорить до бесконечности, а вот почему впервые левая пресса и левые телеканалы, CNN, ABC начали его критиковать за это? Вот, тут, мне кажется, есть определенное объяснение. Дело в том, что, как ты знаешь, у тебя буквально полгода, мы должны уйти на перерыв, ну, мы продолжим, как раз, мы, главное, запустили интригу. А, интрига есть? Хорошо, тогда мы послушаем очень важные рекламные объявления, после этого мы вернемся, и ты раскроешь ее. Возвращаемся в программу Радиоблог с Игорем Сесарским, телефон в студии 847-400-5200, если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить нам в студию, задать вопрос и получить на него ответ. Пожалуйста, Игорь. Да, еще раз добрый день, напомню, что со мной сегодня Игорь Туфельд, политолог, журналист из Бостона, и мы остановились, собственно говоря, на интриге, ты обещал сказать, что же такое происходит в недрах, с ИНН и прочим. Ну, дело в том, что тут надо опять немножко вернуться, буквально на пару недель назад, когда наша другая любимая представительница Демократической партии, может быть, даже самая любимая, это Нэнси Пелози, который тоже находится, так сказать, в состоянии, прямо скажем, не самым удачным, ну, возраст и прочие, так сказать, вещи, начала разговор о том, что Конгресс должен обязательно принять 25-ю поправку Конституции, которая будет гласить, которая будет заниматься определением состояния президента, насколько он достаточно осведомлен и вообще способен продолжать находиться у руля власти. Вот, собственно говоря, мне кажется, что в этом и есть определенное верно того, почему пресса левая стала преследовать Байдена, именно вот за этот вопрос, достаточно каверзный вопрос, тут нечего говорить, но как многие считают, и я, в принципе, согласен с этим мнением, что на самом деле это поправка 25-я, если она будет принята, я правда думаю, что шансов на это никаких нет, минимальные шансы, но тем не менее, чисто теоретически, если она будет принята, то она будет направлена на самом деле не против Трампа, а против того же Байдена, если он станет президентом, поэтому в этой ситуации избиратели должны знать, что по сути дела они голосуют не за Байдена, а за Камилу Харрис, которая вела себя весьма, так сказать, успешно в кавычках, в кавычках, естественно. Ну, извини, это не оправдываю в левых или еще что-то. Это не скрываемо вообще-то, ну, если сложить пазл 2 плюс 2 там и прочее, то уже это... Это не скрываемо, совершенно верно, это не скрываемо, но собственно говоря, как нужно начать кампанию против президента? Кто ее начинает? Пресса? Да. А пресса ее уже начала? Уже заранее. Да. То есть, собственно говоря, все как у сенатора Букера, все как в журнале «Человек и закон». Вот ты понимаешь, иногда говорят, что у кого-то там провидение есть, у кого-то еще какие-то свойства необычные для нормальных людей кто-то вспоминает Нострадамуса, ну, который, правда, универсален, его под любое можно встроить. Да, конечно. Под любую катастрофу и так далее. В этом плане он молодец был. И его последователи в той или иной степени просто перепевали это. Но смотри, когда они в открытую вот это заявляют, то возникает вопрос, они граждан своей страны за дебилов держат или все-таки как? Ну, это еще раз повторяет мой первоначальный тезис, что они находятся в панике. Когда люди находятся в панике, они совершают необдуманные поступки. Это, так сказать, вполне естественно. Вот. То есть, ты думаешь, что это все-таки необдуманность, а не такой чистый откровенный цинизм? Нет, я думаю, что здесь больше паники, чем откровенного цинизма. Цинизм всегда присутствовал, понимаешь? Да, ну, хорошо. Цинизм в демократической партии меня не удивишь. А, окей. Я думаю, что и большинство наших радиослушателей, и слушателей, и телеслушателей, это тоже не удивит. Да, о чем ты говоришь? Понятно. Помним, опять же, возвращаясь к сегодняшнему дню. Сегодняшний день. Слушание по делу о назначении судей Барыб. Два года назад слушание о суде Кавано. Постоянное обвинение в отношении Трампа. А, кстати, кстати, я хочу сказать, что вот сегодня в континенте вышла твоя статья, которая два года назад написана именно вот о том самом замечательном действии, вот которое все-таки хоть ты и говоришь это трагедия, да, для него это в целом как трагедия выглядела, но вообще такого дурака, которого они валяли, уже трагедии, я об этом и сказал, что эта трагедия была и для республикантов, но и для демократов, что в конце концов им все-таки не удалось того, чего они хотели. В итоге, да, но и получается, конечно, у них свои, как у них своя арифметика. Сейчас они бьются в конвульсиях, как так, Верховный суд будет состоять из шести консерваторов при трех либералах, как такое возможно. Они просто забывают, что вообще-то там законники сидят, и ты посмотри, что получилось даже вот с тем рассмотрением по сенсусу, да, когда благополучно выбранные последние вот эти несколько лет кандидатуры, которые сам же Трамп представил, они они не по партийному признаку взяли и выдали свой голос туда, куда бы, куда и сам президент не хотел, он еще потом побурчал, как говорится, но они сказали, они объяснили свою позицию, они не объясняли партийной принадлежности, они сказали, просто закон не был хорошо подготовлен, только и всего, поэтому это им не дало возможности отдать туда голос. как бы мы хотим, не хотим, был какой-то момент, когда вроде на них собак спустили, потом успокоились, ну, возможно, у них есть такое право, они, собственно говоря, сидят там с хорошим юридическим и не только образованием, то есть, они могут себе позволить. С другой стороны мы практически не видим, чтобы то же самое делала другая сторона. Там, я чувствую, перед каждым вот таким решением, у них есть один, знаешь, как звонок другу в какой-то передаче, а вдруг этот Барак Хусейнович Обама, который им говорит, ну, или его секретарь, кто-то там, который им говорит, да, говорят им, вот надо это сделать или надо, то такая догадка вполне имеет право на жизнь, я не думаю, что это ноу-хау. Ну, собственно говоря, почему нет. В принципе, не один раз в истории Америки было, когда президенты становились советниками, например, недавняя история с Джимми Картером, эмиссар, даже луя от Неверской премии. Сколько лет этому эмиссару? Ну, сейчас он уже отошел полностью от этих дел, собственно говоря, да. Да, собственно говоря, ну, тем не менее, хорошо, давай-ка мы еще... Кроме всего прочего, я хочу запишить вот эту мысль Байдена, что на самом деле пресса, левая пресса показывает, что Камила Харрис, оказывается, выиграла на вице-президентские дебаты, понимаешь, несмотря на ее вранье, несмотря на ее хамство, несмотря на незнание истории, но она, по крайней мере, могла бы не ссылаться на исторические факты, если она их исковеркала. Это понятно. Но это дело не в этом, понимаешь, то есть тут явно идет такая подоплека, что Камилу Харрис поднимают наверх, а Байдена опускают в них. То есть, как бы идет такая перестановка ценностей, но с другой стороны, они пытаются объяснить потенциальным избирателям демократов, что, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Понимаешь, поэтому мы голосуем за Байдена, подразумеваем Харрис. Ну, я понимаю, и более того, он нужен, как бы, как тот самый паровозик, который приведет их к Белому дому, а дальше можно на запасной... Тихо, где-то там, знаешь, в кулуарах нашептывают, ну, вы же понимаете, мы же не могли женщину-то не стали бы голосовать, но мы-то все, понимаете, там, вперед и все со знамениями, но женщина на сегодняшний день вряд ли стала бы... А вот так? А вот так она может стать президентом. Вот эти вот интересная штука, что вот на эту же идею твою о панике наводит мы и опросы. Вот, они уже один раз обожглись, должны были бы по идее, ну, где-нибудь, как сказать, взять это на заметку и, может быть, не так откровенно вот изображать то, что вот буквально там уже у Трампа, по их мнению, вообще шансов нет. Ну, по мнению тех, кто эти опросы публикует и тут же комментирует их. Где-то 12, где-то 14 пунктов. Все колеблющиеся штаты, все исключительно байденовские. Как это вообще? То есть, ничего не учат, да, вот 16-й год? Это то же самое было? Вспомни. Абсолютно, абсолютно, ничем не отличается. То есть, тогда, правда, было еще больше, бровады было, намного больше. То есть, они вообще представляют Трампа, вот мне это просто напомнило, когда я был маленький, ездил с родителями к своим родственникам в Одессе, там жил двоюродный брат моего папы, сейчас он живет в Сан-Франциско. Вот, когда мы с ним играли в шахматы, и когда он меня обыгрывал, то у него была такая любимая фраза, пакуй чемоданы. Вот, демократы говорят то же самое, как Трампу, чтобы он бы ковал чемоданы, но, несмотря на эту фразу, я иногда у него все-таки выигрывал, понимаешь? Ну, понятно. Не, ну, им так удобней, я понимаю все эти выборки, я понимаю все, что угодно можно говорить и предоставлять такую информацию, может, они тем самым хотят воздействовать на электорат трамповский, что, мол, а уже все это, уже деваться некуда, уже там все порешено, разрешено, так получилось, что вот, ну, президент-то был хороший, ну, вот, вирус вмешался, а он там еще начудил, ну, можно что угодно предполагать. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что вот этот электорат Трампа, да, он практически монолитен, то есть, вот есть определенное число, которое повторяемо, независимо, не от чего, то есть, те люди, которые поверили и ему, и особенно его делам, и совершенно четко будут за него. Вот, кстати, есть ли такой электорат у Байдена, предположим? У Байдена, я думаю, что нет такого электората, потому что, если бы у Байдена был бы такой электорат, такой же электорат был бы у Клинтона, Хиллари, Клинтон, а тот, который был у Хиллари Клинтона, должен был быть, в смысле, должен был ей быть унаследован от Обамы. И, кстати, здесь я просто хочу напомнить, что вот именно я думаю, что отчасти из-за того, что демократы в 16-м году, 4 года тому назад вели такую оголтелую политику, и по всем, вообще по всем каналам, отрубили о своей победе, и Хиллари Клинтон уже заказала салют в честь своей победы, они потеряли все, и Белый дом, и Сенат, и Конгресс. Хотелось бы, чтобы такая ситуация повторилась и сейчас, в 20-м году. Ну, да, 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 такое дежавю. Хорошо, скажи, пожалуйста, мы с тобой, ну, спорить не спорили, но я тебя просил, вот ты заявил, что октябрь, ждите сюрпризов, и так далее. Ну, вроде как... Я, кстати, перед этим хотел еще добавить буквально два предложения в отношении демократической паники, потому что они обвиняют Трампа в том, что он не слушает врачей, что он не слушает науку, что он вообще там несет какую-то отсебятину. Сейчас они обвиняют Трампа в том, что он выходит на публичные митинги, что он встречается с людьми, что сегодня у него во Флориде происходит очередное собрание, очередная манифестация, и это несмотря на то, что он же действует, собственно говоря, по указанию врачей, более того, врачи выступают с официальными заявлениями, они говорят, что он не инфицирован, он говорит, что он может вступать в контакты, они отменили лекарства. Кто не верит в науку? Трамп и демократ. Нет, они не верят врачам конкретно, все. Ну, да, там уже есть теории вообще, что он это выдумал. То есть, ты вспомнил сегодня мою статью «Дело судей», а теперь «Дело врачей». «Дело врачей». Все у них в этом плане. Итак, у нас немного времени, в принципе, осталось о сюрпризах. Ты, ну, мне говорить, что ты обещал сюрпризы, ну, вроде, мало ли, обещал, обещал. Сюрпризы будут. Они будут, но они уже начинаются. Они уже начинаются. Начнем с заявления госсекретаря Пампео, который буквально два дня тому назад сказал, что мы все, все имейлы Хиллари Клинтон, которые она удалила, они находятся в распоряжении госдепартамента, и они рассекречены, и в ближайшее время они будут опубликованы. На вопрос журналиста Фокса, я не помню, кто это был, но не важно, кстати говоря, это был Такер, Карлсон, да. будет ли это опубликовано до выборов, Пампео улыбнулся и сказал, я очень надеюсь, что да. Это первое. Второе, Дюрам, вот этот прокурор, Дюрам, который занимается специальным расследованием, заявил о том, что в ближайшее время он придявит новые обвинения и покажет, по крайней мере, часть, но ударную часть своего отчета. Я просто хочу напомнить о том, что на сегодняшний день в связи с расследованием Дюрама был произведен один арест. Это сотрудник АФБР, адвокат АФБР, который признал свою вину и дает показания. Значит, на сегодняшний день пока нету никаких вызовов ни в прокуратуру, ни в Сенат, но, возможно, в ближайшие дни, судя по заявлению Дюрама, мы можем ожидать, что что-то подобное проявится. А как я говорил, сюрпризы, октябрь, это месяц сюрпризов, особенно предвыборный октябрь, это месяц больших сюрпризов. Ну, то есть, еще увидим. Хорошо, у нас есть, кажется, звонок, попробуем принять его. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Игорь, который из Бостона, я хотела вас спросить, в принципе, два вопроса. Один вопрос, я так поняла, из вашего объяснения, что за вот этими погромами и разбоями стоит не Сорос, а три вот эти дамы, которые, ну, как бы, взялись из ниоткуда. и, ну, как ваше мнение, можно ли что-то с этим нам делать? А второй вопрос, вот как вы считаете, почему большие корпорации поддерживают этот коммунизм? Они же уже видели, к чему коммунизм приводит, почему они так, это, ну, как говорится, с таким ослепленным рвением это, ну, это все поддерживают? Спасибо большое. Спасибо большое. Игорь, пожалуйста. Значит, первый вопрос такой, я сегодня вообще имя Сороса не вспоминал, и, собственно говоря, Сорос это деньги, если он кому-то их жертвует, значит, они идут по тому назначению, которое он указывает, просто так он давать деньги вряд ли кому-нибудь будет. В отношении трех женщин, да, они открыто поддерживают марксистскую идеологию, и это никогда не скрывали, они устраивают, руководят, так сказать, ну, естественно, что они втроем не могут руководить из Калифорнии, там погромы в Портленде, или в Бостоне, или в Нью-Йорке, но, тем не менее, есть люди, которые занимаются координационной деятельностью, и получая от них деньги, которых, как я уже сегодня говорил, достаточно много, они, собственно говоря, в этой ситуации являются организаторами, я опять же напомню по аналогии, что Владимир Ильич Ленин сидел в Цюрихе, как известно, и в Лондоне, а руководил революцией на деньги германского кайзера, который в это время воевал с царской Россией, так что главное, это финансы, а почему корпорации поддерживают их, но этот вопрос надо задать, наверное, корпорациям, с одной стороны, с другой стороны, есть ответ, который дал бывший журналист Fox Билл Орейли, он сказал просто коротко и ясно, they are stupid, они просто идиоты, потому что почему, собственно говоря, поддерживали те же самые корпорации, российские корпорации, купцы, бизнесмены, олигархи по сегодняшним масштабам поддерживали большевиков и заплатились за это собственной жизнью, это люди, которые просто не знают истории, Игорь, ты исчерпывающий ответил, люди, не знающие истории, не имеют будущего. Игорь, извини, там есть звонок, понятен твой ответ, попробуем поговорить. Я хочу значить одну вещь, пусть меня ваш товарищ поправит, если я не прав. Дело не в том, что, как мне кажется, они ведут к светлому будущему коммунизму, это совершенно другое, потому что идеология фашизма и социализма, она одинакова. И то, что крупные корпорации дают деньги, в принципе, они потом будут смыкаться с властью, они же не отдадут свои собственные государства, нет. А средства производства оставим тем, так это идут фашизм, в частности, они идут. Спасибо за ваше мнение. Хорошо. Игорь. Может, с точки зрения, в принципе, фашизм и социализм прежде всего основан не только на идеологии, но и на экономике. И, безусловно, экономический фактор здесь есть. А если говорить о конкретной ситуации, почему корпорации поддерживают, но, видимо, это имеет отношение непосредственно к политике Трампа по отношению к Китаю? Ведь мы знаем прекрасно, что ни Microsoft, ни Intel, ни Cisco не заинтересованы в том, чтобы Китай прекратил производство. Это будет стоить намного дороже, и они понесут достаточно серьезные убытки. Да, но дело в том, что в принципе иногда платят как бы откупаясь от чего-то. Так, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем. вас. Здравствуйте, меня зовут Клаус. Я могу вопрос задать Ирине? Алло. Да, пожалуйста. Я как бы беспокою по такому вопросу. Я жду политическую, я по политическому убежищу жду уже интервью 8 лет. А, извините, давайте так, это все-таки к адвокатам вопрос. Да, давайте следующий звонок примем. Да, по теме передачи еще есть звонок, давайте примем. Пожалуйста, вы в эфире. Ой, извините, пожалуйста, я перезвоню. Ну, перезвоните. Так, если звонков нет, Игорь, можешь продолжить свое развитие темы. Тем более, у нас осталось несколько минут, наверное, уже надо подвести итог. Хорошо, прошу все-таки, как ты думаешь, вот это экзекуция бара. Я хочу продолжать. Давай. Алло, алло. Экзекуция бара? Да. В сенате. А, экзекуция бара. Ну, как на сегодняшний день, мы знаем, что 22-го числа, ее, в принципе, должны утвердить, если все пройдет гладко. Я не вижу никаких оснований и шансов у демократов, что ее кандидатура не будет утвердить. Сенат находится в руках республиканцев, комиссия, юридическая комиссия сената тоже находится в руках республиканцев, председатель Грэм, сенатор Грэм, и, собственно говоря, в этой ситуации просто опять получается, что в очередной раз демократы сели в лужу. Я не понимаю, зачем вообще заниматься всем этим, зная, что ничего не будет. Кстати говоря, вот интересную вещь я хочу все-таки напомнить. Действительно, все апеллируют к тому, что было два года тому, не два года, четыре года тому назад, в 2016 году, когда Барак Обама уже должен был заканчивать свою каденцию, за 10 месяцев умер судья Аскалия, консервативный судья. И Барак Обама хотел назначить своего кандидата, ему это не удалось. И, естественно, что республиканцы были против. И вот сейчас проводят аналогию, что вот четыре года назад они были против, а сейчас они за. Но при этом почему-то опять демократы не договаривают, что республиканцы были против, потому что у них было большинство в том же сенате и в той же самой юридической комиссии. Если бы сейчас было бы большинство демократов, то было бы то же самое, что четыре года назад. то, возможно, это каким-то образом повлияет, что на один день перенесут очередные слушания. Ну, на один день может быть. Другого не вижу. Правда, я не советую это делать, как ты понимаешь. действительно. Но я думаю, что об этом даже не надо говорить, Игорь. Ты не знаешь, кто нас слушает, ты не знаешь, каким выводом могут прийти люди. А закончить я хочу. Да, у нас 10 секунд. Да, фразой был такой английский поэт Джон Харрингтон. В 16 веке он жил. И вот Самуил Яковлевич Маршак переводил его эпиграммой и замечательно перевел одну фразу. Она звучит так. Мятеж не может кончиться иначе. Удачи. В противном случае его зовут иначе. Ну, вот на этом, пожалуй, мы с тобой закончим наш диалог. Спасибо, кто слушал. До новых встреч и всего вам доброго.